Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, Гомель! Приветствуем вас из вечерней студии Беларусь-4. Наконец, весна уже вовсю вступила в свои права. Да, это значит, что не за горами лета, а вместе с ним долгожданный отпуск и начало пляжного сезона. И вот тут-то будет видно, кто в зимнее время занимался своим телом, а кто ленно лежал на диване в ожидании весны, восполняя недостаток солнца разными вкусностями. Надеюсь, это не намек, как максимально быстро привести себя и свое тело в порядок, абонемент в спортзал или же изнурительная диета. Все за и против, а также секреты молодости и красоты от людей, которые уж точно знают об этом не понаслышке, сегодня в программе. Приветствуем гостей студии. Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент Гомельского государственного медицинского университета Георгий Романов. Георгий Никитч, добрый вечер. Рады видеть вас. И чемпионка Беларуси 2006 года в номинации бодифитнес, сегодня успешный фитнес-тренер Жанна Пронина. Жанна, добрый вечер. Рады видеть вас, Жанна. Присаживайтесь. Итак, первое и последнее, обещаю, провокационный вопрос. Жанна, в самом начале программы, думаю, будет правильно спросить у вас, сколько вам лет? Я не буду скрывать свой возраст, я горжусь своим возрастом. Поэтому я скажу, совсем недавно, 17 марта, у меня был юбилей, мне было 45 лет. Я думаю, что многие наши телезрители встали с пультами в руках и с удивлением на лице. Жанна, в чем секрет, как удается оставаться в такой прекрасной физической форме и полной активности? Ну, я веду здоровый образ жизни, активный образ жизни, можно так сказать. То есть я занимаюсь сама не только фитнесом и тренировки провожу, также у меня сбалансировано питание, генетика, генетика моя, то есть она мне тоже помогает, держа себя в форме, позитивное настроение. Что очень важно. Да, доброжелательное отношение к людям, к своему работе. Вот это помогает мне быть энергичной, молодой, цветущей женщиной. И ведь, правда, генетика очень много значит. Значит, Георгий Никитич, присоединяйтесь к разговору, как считаете? Да, действительно, генетика, наверное, определяет большинство наших и нашего внешнего вида, и нашего настроения, наших болезней и всего прочего. Потому что 80% ученые утверждают, что человек уже сформирован, когда он рождается. И только лишь 20% можно в течение жизни что-то добавить или убрать. Но вот по поводу, как человек выглядит, нельзя сказать, что ты родился, у тебя хорошая генетика, поэтому не делай для этого ничего. И ты такой будешь красивый, устроенный, молодой. Это неправильно. То есть работать над собой, работать над собой нужно постоянно. Конечно. Конечно, если ничего не делать, естественно. Говорите, есть и люди генетически красиво сложены, но при этом они не хотят ничего делать. Даже элементарно. Ходить ровно. Как мы сегодня говорим, в тренажерный зал приходит человек, и ты начинаешь с ним работать. Не только с его мышцами, да, когда он говорит, я хочу лишнее, жир убрать, чаще всего говорят женщины. А элементарно, как она ходит, вот выправить ее даже осанку, порой много занимает времени, чтобы человек поверил в себя, открылся этому миру. Как я говорю, откройте себя, разведите эти плечики, то есть улыбнитесь хотя бы. Потом уже будем говорить о том, что вам мешает какой-то вес лишний и так далее. Поэтому генетика генетика... Наверняка очень приятно наблюдать за этим преображением, вам в том числе. Конечно, конечно. Георгий Никитич, а примеров таких людей, которые вот открылись миру, как говорит Жанна, причем и в возрасте, выглядят прекрасно, достаточно? Я буквально, наверное, последний пример. У меня была пара, наблюдалась, они из района. Сначала приехала супруга, и буквально за два месяца она, правильно сказали, поверила в себя, она вернулась уже в минус килограммы. Но через три месяца она приехала с мужем, через четыре месяца они приехали вдвоем. И я когда спросил, что самое для вас было важное, она сказала, это было не килограммы, это было ощущение радости жизни. Это на самом деле очень важно. То есть она нашла более другое, более важное для нее, даже на психологическом уровне, что она пришла в общество, где много людей красивых, подтянутых. Хочется соответствовать. Хочется соответствовать этому, конечно, это и стимулирует человека дальше продвигаться. Кстати, про общество, это вот буквально тоже недавно сейчас очень пропагандируется, о том, что ожирение имеет не только последствия какие-то для здоровья, физического здоровья, а и также вопрос такой какого-то психологического неравноправия. Если, допустим, сидят две девушки в кафе, одна полная, вторая нет, и к кому подойдет парень первый? Да, и в конце концов отношение официанта тоже о многом говорит. Прием на работу, пожалуйста, выбор. Два человека пришло, один полный, другой нет. То есть это часть успешности, да? Конечно, сегодня это смотрится как часть ущербности, и люди, которые с избыточной массой тела начинают требовать свои права. То есть идет ущемление как бы наших прав, но кто вам мешает прийти в нормальную форму. Жанна, со спортом и вовсе связана вся ваша жизнь. С чего начиналась ваша спортивная карьера? Моя спортивная карьера начиналась с того, что мне захотелось посмотреть, что это такое вообще тяжелая атлетика, что такое тренажеры. И меня в зал привел мой муж, который сказал, тебе это понравится, это твое. И, соответственно, каждый месяц, каждый вот... Вы набирали мышечную массу, и мы сейчас видим как раз... Да, я набирала мышечную массу, и в 2003 году я впервые вышла на нашу белорусскую сцену. Это был проходил Кубок Белоруссии, это 2003 год, где я заняла, как я тогда считала это... Ну, выше моих достижений я заняла четвертое место для первого раза. Я считала, что это уже ступенька, которую я преодолела и комплекс свой, что я могу этого достичь, добиться. Вот, и каждый год, то есть в 2003 год я стала четвертый, 2004 год я стала третьей. Вот, и самый лучший мой результат, где действительно я раскрылась вот как спортсменка, это был 2006 год. Вот уже 10 лет вы шлифуете тела других людей. Что самое сложное в этом деле? Самое сложное, это, наверное, найти контакт с людьми. То есть подход. Все разные. Все разные, безусловно. То есть даже приходится, как я говорю, заниматься не своей работой, непосредственно тренерской работой, а даже как психологу, выслушать человека. Кто-то приходит сам, кого-то толкают родные и близкие, и надо еще объяснить человеку, что да, действительно тебе это надо. Ты осознанно должен прийти. Да, поэтому это, я говорю, самое сложное в моей работе, это найти именно общение с каждым или подход к каждому человеку. Георгий Никитич, такой вопрос. Пошли бы на занятия в спортзал к Жанне? Смогли бы доверить свое тело? Наверное, скорее да. Скорее да, чем нет. Нагрузка физическая, конечно, нужна обязательно. Каждый день нужна, и специальные нагрузки нужны. И смоделировать свое тело хочется выглядеть всегда в форме. И все же, вы такой достаточно редкий пример. Чаще наши люди начинают заниматься спортом, только когда их перестает радовать отражение в зеркале свое собственное. Вот так было, по крайней мере, раньше. Я сейчас говорю не о профессиональных спортсменах. Такая тенденция сохраняется или сегодня становится больше тех, кто постоянно ведет активный образ жизни и занимается спортом? Вы знаете, больше людей, конечно, стало, во-первых, модно, фитнес. И, естественно, то, о чем вы говорите, сезонных людей, допустим, я такого не наблюдаю. То есть ровно, то есть люди круглогодично посещают тренажерный зал, посещают бассейны, посещают силовые фитнес, йогу. Поэтому сказать, существует ли такая тенденция? Причем это становится популярно не только для молодежи. Естественно, естественно. Встречаются и, наверное, большего уважения даже достойны те люди, которые в возрасте задумываются о том, что нужно вести здоровый образ жизни. Да, и таких людей стало больше. То есть люди уже взрослого поколения, я считаю, там после 60 людей приходят парами, тренируются. Это настолько радует и вдохновляет. То есть вот желание и энергия людей тренироваться. Буквально коротко, какое количество тренировок необходимо для того, чтобы поддерживать свое тело в хорошей физической форме? Регулярно надо посещать тренажерный зал, не меньше двух-трех раз в неделю. Это будет достаточно. Наша лень заставляет нас остаться дома и сказать, ну ничего, там до лета еще осталось три месяца, я могу и немножечко переждать. А вот через месяц я точно приду в зал. А дальше по накатанной? Да, да, да. Поэтому если есть дисциплина внутри себя. Вот, кстати, ваш совет, как себя вот так вот, скажем так, заставить, да? Потому что, ну, все-таки, вы правильно сказали, первый раз он самый сложный. Здесь сила воли играет очень большую роль. Вы знаете, мотивация. То есть человек должен понимать, для чего он это делает, зачем тебе. Ты идешь в тренажерный зал, для чего ты туда идешь, чего ты хочешь. На тренировках наверняка разный подход как к мужчинам, так и к женщинам. На что делаете упор в том или в другом случае? Да, отличаются тренировки мужчин и женщин. То же самое, как и упражнение есть элементарное, которое мы выполняем, допустим, отжимания от пола. Мужчина может полностью в планке выполнить это упражнение. Женщина этого сделать не может. Но я говорю, опять же, о большей части населения женщин, которые пытаются выполнить упражнение, например, элементарное отжимание. Женщины чаще всего приходят с просьбой снизить вес. Мужчины, наоборот, чаще приходят, я хочу красивую грудь, красивую спину, осанку. Помогите мне, что мне для этого нужно сделать? Соответственно, идет работа на подбор программы. То есть здесь уже учитывается и параметр человека, то есть рост, вес, возраст, дальше его здоровье, то есть нет ли противопоказаний. И уже из этого составляется программа с его целью, которую человек хочет достичь по типу телосложения программа делается. Ваш совет тем, кто проспал, скажем так, всю зиму и хочет достаточно быстро наверстать упущенное, с чего начать? Ну, с чего начать? Во-первых, пересмотреть свое питание. Это первое, с чего мы должны начать, да? Сбалансировать его. Второе, элементарные вещи. Досядьте вы на тот же велосипед утром. Или ту же самую пробежку, да, то есть подготовьте организм свой, то есть к переменам. Вот, поэтому, если мы проспали всю зиму и вот получилось так, как оно получилось, ничего страшного в этом нету. Главное, как ты встречаешь эту весну. Вроде все просто, да, Георгий Никитич? Да, действительно, очень все просто. А на самом деле осознать все правильно и понять, что вот твой распорядок дня привычный, в котором, казалось бы, и нет места ни пробежки, ни поездки на велосипеде. Я с большим удовольствием слушаю Жанну, потому что мне не хватает этой информации, потому что она работает практически со здоровыми людьми. Я работаю с людьми не совсем здоровыми. И вот какие у нас вот подходы, цель у нас одна, конечно же, да, человеку помочь. Но вот в моей специфике, допустим, вы говорите, вот как раскачать человека. Он не должен раскачать его, он должен это делать все время. И противопоказаний к нагрузке физической у нас нет вообще никаких. Я могу дать совет 90-летней пожилой женщине о физической нагрузке. Сказать ей, ваша задача сегодня 5000 шагов. Пожалуйста, это будет физическая нагрузка, реальная нагрузка, да. Была недавняя передача, показывали человека с ожирением, его в студии все жалели, потому что он не может встать с постели. И один человек спросил, говорит, а что вы в постели делаете, кроме того, что лежите? Говорит, я ничего не могу делать. Говорит, вы просто можете поднимать и опускать руки. Это будет уже физическая нагрузка. Поэтому каждому человеку можно подобрать любой уровень физической нагрузки. Дозировку, да, в нагрузках, поэтому. Поэтому здесь. То есть, действительно, если абонемент в спортзал стоит, ну, для кого-то достаточно дорого, нет возможности его приобрести, есть ли какие-то простые такие упражнения, чтобы была возможность делать их каждый день и тем самым подготовиться к тому же пляжному сезону? Значит, альтернатива. Как я уже говорила, велосипед, пробежка, бассейн, который вы можете посещать, это все доступно. Упражнения, которые можно в домашних условиях, я с удовольствием им покажу, продемонстрирую. Ну что ж, предлагаю приступить к практике. С удовольствием. Я покажу комплекс упражнений, которые мы можем выполнять каждый день. Выполняете их по 4 подхода, по 15-20 повторений. Первое упражнение у нас с приседанием будет. Мы можем в паре это выполнить упражнение. Значит, что нам для этого нужно? Исходное положение – ноги на ширине плеч. Мы руки берем вместе, значит, приседаем. Хотите, вы приседаете, хотите, или я начну. Приседание. Да, приседание. Значит, сначала вы присели, потом присела я. Значит, здесь очень важно с ровной спиной. Вы отводите ягодицы назад. Да. И приседаем. Присели. Встали. Теперь вы одна. Замечательно. И выполняю я упражнение. То есть по очереди, да? И вот таких упражнений, да, вот вы делаете так 4 подхода по 15 повторений. То есть дома это лучше делать в паре, да? Не обязательно в паре. То есть если у вас есть за что-то, вы держите, да, присели. То есть не обязательно так, как мы выполняем с Катей. Здесь самое важное упражнение, как я говорю, что приседание у нас должно быть на ягодичные мышцы. Второе упражнение, которое я хочу предложить, это приседание. Но только когда мы будем возвращаться в исходное положение, мы будем отводить ногу в сторону. Итак, я покажу это упражнение в паре. Присели. Встали. Ногу встали в сторону. Жанна, как ловко у вас это получается? Я стараюсь, да. Раз. Ну, просто с вами, понимаете, сейчас антипример того, как не нужно делать сидеть на диване. Также можем это упражнение делать 4 подхода по 15-20 повторений на каждую ногу. Каждый день? Каждый день. Каждое утро? Каждое утро. Это лучшее время для такой заряда? Да, очень хорошо, если, допустим, у вас дома есть фитбол, то есть подручный какой-то материал, значит, очень хорошо к этому упражнению пригодилось именно фитбол. То есть в динамике сделать приседание. То есть, предположим, у меня есть мяч, я опору беру, стену, поворачиваю спиной и буду приседать, но уже прорабатывается внутренняя поверхность бедра. То есть внутренняя поверхность бедра. На фитболе? На фитболе, да. Я развожу ноги буквочкой ВИ и приседаю. Представляете, вот у меня мяч сзади, я приседаю, то есть руки можно накрест, можно замок взять, то есть на груди и приседаю. Опять же, та же самая техника, вы помните. Да. Спинка ровно-плоу нас, вот приседаем. Также мы можем это в упражнении выполнить 4 подхода по 15-20 повторений. Саша, очень зря ты не согласился. Да. Я прямо чувствую, как все подтягивается. Я могу также предложить, это махи по диагонали, махи назад, но по диагонали. Что значит по диагонали? То есть есть упражнение, которое мы выполняем махи назад, есть упражнение махи в сторону, есть махи по диагонали. Поэтому я рекомендую это более эффективные упражнения, именно махи по диагонали. Катюша, к примеру, по диагонали вы ввели ноги и поднимаем ее вверх. То есть высоко поднимать не обязательно? Не обязательно. Все. И махи продолжают. Я еще не рада делать зарядку на шпицах, но вам понравится. Вам понравится. Это усиляет эффект, по-моему. Да, и так на каждую ногу по 20 раз 5 подходов. Следующее упражнение на брюшной пресс, где будет задействоваться верхний брюшной пресс. Значит, руки можно в замок за голову и делаем наклон. Выдох. Вот такое непривычное качание пресса. Выдох. Я могу показать, конечно, свой пресс. Я делаю вдох и выдыхаю, возвращаясь в исходное положение. Опять вдох, выдох. То есть вот как раз то, что необходимо, оно и прокачается. Спасибо большое за такую эффективную зарядку. Я, можно сказать, вот так прямиком и на пляже. Хорошо, ну а мы тогда продолжим общение. Понятно, что физическая нагрузка – это очень важно, но все-таки это далеко не все. Что еще? Такие прикладные советы, Георгий Никитич. Очень важно такое самое главное, что в формировании как и тела, и здоровья, и всего прочего – это, конечно же, питание. Это основа. Без питания невозможно ни выполнение упражнений, которые вы сейчас показывали. На это просто сил не хватит. Да, видимо, не хватит сил. И поэтому питание основную роль играет. И здесь важно подчеркивать какие-то его стороны здорового питания, балансированного питания. И вот вопрос о диетах. Часто пациенты приходят ко мне, просят назначить какую-нибудь особую диету. Это самый трудный для меня вопрос, потому что особых диет их очень много. Но на самом деле самое главное – это правильное, сбалансированное и здоровое питание. То есть вы бы как специалист диеты не рекомендовали? Я бы даже это слово, наверное, убрал бы, наверное, вообще. Я стараюсь его искоренять. Слово диета уже человека отпугивает. Для некоторых слово диета – это равно лечение. Потому что есть даже такое словосочетание – лечебная диета. Это было так исконно. И в больницах, вы знаете. У вас диета. Прописана вам диета. Первый стол. Да, второй, там сейчас уже другие, сейчас уже варианты по буквенным. Поэтому слово диета уже отпугивает. И что самое главное, когда человек понимает, что он на диете, он понимает, что когда-нибудь он с нее уйдет куда-то. И ждет этого момента чаще всего. Да. А это неправильно в корне. Человек должен начать питаться правильно. И это правильное питание должно быть у него всегда, всю жизнь. И вот это самое главное. Это принцип. Жанна, вы за или против диеты? Я против диет. Диета, она обредит. Сбалансированное питание – да. То есть это элементарные вещи, которые то же самое, когда нам прописывают диеты, лечебные диеты. При обострении желудка, предположим, не зря же нам советуют кушать облегченную пищу. Облегченная пища – это какая? Это вареная пища, не тяжелая пища. То есть те же углеводы сложные, те же каши, овсянка, гречка. Разве сложно это употреблять? Нет, не сложно. Вот поэтому я за балансирное питание. И вот основано, что я делаю из себя лично. То есть первая половина дня у меня уходит больше углеводов. Почему? Мне нужна энергия. Вот вторая половина дня – это больше к обеду у меня белковая еда. И вечером ужин – тоже белковая пища. Отдай врагу. Что нам не нужно есть? Какие продукты? Копчености, сладкое пирожное, торты, дальше колбасные изделия. Георгий Никитич, можете продолжить список? Вообще, все, что вкусно, говорят, это не очень полезно. Вы знаете, это ошибочно, что самое вкусное. Просто есть такие вкусные блюда. Я думаю, что никто из вас не откажется от фруктового салата сейчас. Нет, конечно. Это вкусно. Вместо шоколада. И полезно. А лучше плюс к шоколаду. Вот мы сейчас говорили про различные печенья, пирожные. Если вы просто хотите, вот я пациенту говорю, вы сначала почитайте состав, а потом примите решение, будете ли вы это есть. И когда пациент читает состав пирожного, он уже на середине решает, наверное, это все-таки не совсем. Видя многочисленные Е, 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 Е? Даже не Е, там и название сложное, там, да, химические элементы, загустители, разрыхлители, замедлители. То же самое. Масло, кулинарные жиры. Глюканат натрий, которые... Да, трансгенные жиры. Ну, читает это все такое редкое количество людей. К сожалению. А это наши задачи, врачи же еще профилактические, мы должны обучать, проводить какие-то мероприятия по преодолению грамотности, да, ликбез, когда-то по ликвидации безграмотности. Так на что все-таки нужно обратить внимание? Продукты должны быть самые простые. Не нужно бегать за какими-то супер-диетами. Начали говорить, я буду после поддерживать сложные углеводы, каши прекрасные, там, овсяная, овсяная, которая в цельная крупа, пожалуйста. У нас есть прекрасное блюдо белорусской кухни, квашеная капуста, это вообще кладезь просто, витаминов, да, и так далее. Важные гормоны, гормоны женские, гормоны мужские, гормоны отпущенников, они все состоят из чистейшего, чтобы вы знали, холестерина. Хорошо, так что же все-таки есть? Мне непонятно. Тебе же сказали, кашку. Кашку? Кашу. 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 Что касается жиров, опять же, чем заменять вот эти продукты, которые... Растительные жиры заменяйте, пожалуйста, вы можете в первой половине дня. В ту же кашу овсяную добавить чайную ложку тоже льняного масла. Представляете, какая польза омега-3 поступает в организм в основу. Правильно? Конечно. И кто не отменял яйцо? Да, пожалуйста. Желток, пожалуйста. И еще очень важный фактор. Надо есть, но не наедаться или не объедаться даже правильно. Часто, но мало. Вот говорят многие диетологи, по крайней мере, очень слышишь на слуху это. Ну, тут, понимаете, в чем вопрос. Откуда пошло-то часто и мало. Это, наверное, исторически. Почему раньше ели редко и много? Потому что нужно было идти в лес и рубить дрова на целый день. Да? Или сорвом давали с собой кусочек сала, там, да? Ну, или потому что люди не знали, когда следующий прием пищи будет. Да, да. Сейчас никто в лес не ходит рубить дрова, да? Большинство из нас людей находится где? На своих местах рабочих, там, да? И работа не настолько там тяжелая. Поэтому, если начинать кушать большими порциями и малое количество раз, эта еда начинает накапливаться. Ее некуда расходоваться, некуда энергия. Поэтому, если вы не ходите в фитнес, какая-то альтернатива, да, какой-то лесорубам, там, да? Кстати, говоря, про фитнес, я тут рассказывали, про энергию. Очень хороший пример. Я читал, сколько, когда тратится энергии, разная физическая нагрузка. Как вы думаете, что больше всего? В обычной жизни нагрузка физическая какая? Я думаю, что именно физическая нагрузка больше, как вы говорите, даже трудяга попробуйте порубить. Трудяга, да. Да. На заводах люди. Если взять плавание, бег, фитнес, уборка квартиры и уборка снега, что? Уборка снега. Правильно. Уборка снега больше всего. Там больше затрачивается энергия. Больше, чем у Жанны на тренировке. Совершенно верно. Знаю, что для того, чтобы отработать, скажем так, шоколадку, нужно как минимум 40 минут пробежки на льговой дорожке. Даже одна булочка, 30 минут плавания без остановки. Больше не едим булочки. Поэтому я немного плаваю. Выбирайте, выбирайте, либо булочка, либо пошли плавать. Ты делаешь себе приятное, покупаешь шоколадку и думаешь, так, сколько нужно времени и сил, чтобы ее отработать. Уже наказывать себя. Нет, спасибо. Вот, кстати говоря, мы заговорили про сладкое. Если уж очень хочется сладкого, какую полезную альтернативу мы можем предложить нашим телезрителям вместо шоколадки или пирожного? Овсяное печенье. Пожалуйста. Жанна, наверняка у вас есть и рецепт. Я могу поделиться своим любимым рецептом. То есть в идеале собственного приготовления, да? Конечно, конечно. Когда я знаю, что нет там ни консервантов, ничего не полезного. Я, допустим, для себя и для своей семьи очень часто пеку, и для своих даже гостей, друзей пеку очень часто овсяное печенье. Рецепт очень простой и в исполнении... Что входит в состав? Вам необходимо 300 грамм овсяных хлопьев, 300 грамм кефира, 70 грамм орехов или же изюма, или сухофруктов. Все, что у вас есть дома. Все замешиваете, значит, в емкости. Оставляете на 40 минут кефир уже с хлопьями. Вот, когда хлопья набухнут, одеваете, соответственно, перчаточки, духовочку разогреваете, в противень укладываете пергаментную бумагу, и берете, значит, можно там лопаткой, можно в руки, если у вас они покрыты, естественно, и делать в формочке печенье. Также вы выкладываете все на противень, составляете в горячую духовку, 180-200 градусов духовка, 20-30 минут, печенье готово. То есть ничего сложного? Вкусное, вкусное, полезное. Зачем это вот рассказывать? То есть действительно ничего сложного? Ничего сложного. Натуральные продукты, полезные продукты. Георгеньки, согласились бы попробовать? Я бы хотел даже сейчас попробовать. Жаль, что у нас нету сейчас. К сожалению, у нас нету кухни в студии, но я думаю, я уверена, что она приготовила бы с удовольствием. Чем вы заменяете потребность в сладком? Особенно, когда нет солнца. Так и хочется взять шоколадку. Хочется взять шоколадку. Здесь есть такой правил бонусов. Все-таки человек должен полноценно ощущать и жизнь, и питание наше правильно сбалансированное для нас, но для него это все равно переход какой-то. Такой этап тяжелый. Поэтому бонусы нужно оставить. Какие бонусы можно оставить? Вот часть ингредиентов из печенья – это сухофрукты. Можно оставить в качестве бонусов. И людям, которые достигают каких-то успехов, я даю еще один дополнительный бонус. Это маленький кусочек горького, самого горького шоколада. Горький шоколад. Вы знаете, вот о себе расскажу. Сколько не пыталась полюбить я горький шоколад, но никак у меня не получается. И сразу в мыслях вот этот молочный или белый шоколад появляется. Просто очень мало его съели, горького. Вот наверняка. Чем больше ешь, тем больше нравится. Хотя, опять же, все больше моих знакомых перешли на горький шоколад. И довольны. У меня такая ситуация. Я покупаю горький шоколад, но если я вижу, что рядом есть еще одна шоколадка, то я сначала ем вот эту, а потом уже на крайний случай… Вот такой запасливый, Саша. Но горький шоколад, его польза как минимум в том еще, что он и сдерживает. Много его просто невозможно сказать. Два кусочка – это максимум. Совершенно верно. У него просто… Мы его любим за что, горький шоколад? И почему со временем начинаем его любить? У нас есть в организме специальная система. Она называется эндоканабиноидная. Немножко сложное слово. В чем смысл этой системы? Это система удовольствия. И вот как раз-таки в шоколаде есть вещества, в какао-бабах, которые как раз-таки в этой системе удовольствия очень хорошо, то, что надо. Поэтому это нужно использовать. Как раз вот когда отсутствие солнца, хотя сейчас уже верно… Вспомните, когда мы, допустим, это, конечно, не по теме, но вот когда человеку говорим «бросьте курить», да? Что помогает ему? Какие-то конфетки дополнительные, да? То есть он все равно себя чем-то отвлекает. Я не так давно прочитала, что крайне эффективное в борьбе с лишними килограммами является крестьянская диета. Это бюджетный вариант кремлевской. В рацион входит нежирное, аварийное мясо, обезжиренный творог, гречневая крупа, фрукты, овощи, кроме картофеля, зелень. Диета включает полный отказ от хлеба, мучных изделий, масла, копченых, жареных продуктов, алкоголя, жирных, молочных продуктов, соли, сахар, в общем, от всего практически. И обязательное условие ежедневного потребления 3 литров чистой негазированной воды. Вот очень хочется узнать мнение специалиста. Это, как считаете, нужны ли такие диеты? Я сразу вызвал улыбку эта диета, потому что я сразу представил себе средневекового крестьянина, который пьет негазированную воду, потому что негазированную денег нет, наверное, средневека. И отказа от хлеба крестьян. Которого тоже было в... Да, мне кажется, крестьяне такое хлебное, мне кажется, ели. Ну, это мое личное мнение. Но опять же, вот смотрите, какая диета получается. Чего-то строгого нельзя, а чего-то строгого можно. Это диеты, мы называем их ущербной диетой. Когда мы чего-то пациента лишаем, пациента, извините, привычка, когда мы лишаем человека чего-то, категорически говорим, вот вам нельзя есть завтрашнего дня мясо полностью. Все это ущербная диета. Или вы, кремлевски, вы упомянули диету. Пресловута. Да, пресловута. Это ущербная диета. Когда мы говорим, только белковая пища, мы убираем все. Действительно, есть какие-то вещества, которые человеку не нужны в принципе. Таким веществам относится сахар. Сахар человеку не нужен в принципе. Потому что он есть в продуктах, которые мы этим. И сколько сахара нам нужно, наш организм его добудет. А добудет он, опять же, из сложных углеводов. Он добудет его из хлеба, он добудет его из каши, он добудет его из фруктов, из овощей. Он добудет его. И не будет его избытка, он получит только сколько нужно. А мы даем дополнительный человеку сахар в чистом виде. Всё, организму некуда деваться. Куда его девать? Куда? Куда? Вот ещё важный тезис из информации, которую ты озвучила. Три литра воды. Сегодня все стараются пить как можно больше чистой воды. Вот что бы вы на этот счёт сказали? Важно, чтобы эта вода была бутылированная, либо можно пить... Воду из крана. Воду из крана, кипячёную воду. Вот здесь очень много тонкостей, правда? Здесь, да. По воде нюансов очень много. Начиная от того, что она чистая, нечистая, и каким образом получена, и заканчивая любыми. Неважно. Вода нужна человеку для всех процессов, протекающих в организме. Это основная среда всех метаболических процессов. Будто человек занимается фитнесом, ему нужна вода, потому что работают мышцы. Мышцы работают, накапливаются мышцы, кислота. Как она будет выводиться? Нужна вода. Да, с потом, да? Поэтому во время тренировок и предлагают пить. Конечно, да. Пациенты, которые себя ограничивают в воде, у них чаще встречается пресловутая болезнь остеохондроз, когда диск начинает усыхаться, межпозвонковый диск, нехватка воды. Пожалуйста, результат того, что пациент мало пьёт. Сейчас, да, много... И элементарно, когда у многих во время, в период отопления сохнут губы, это тоже признак недостатка воды в организме. Поэтому вода, конечно, нужна, безусловно. Жанна, сколько вы в день пьёте воды? Два литра. Как-то вы высчитывали алгоритм употребления воды? Не высчитывался. Не высчитывая сюда чай, который я очень люблю, зелёный чай. А ведь, опять же, есть мнение, даже чай, хоть и соки, оно не относится считать за воду. Я для себя взял хорошее правило. Я прихожу к какое-нибудь учреждение, там, неважно где, если вижу кулер, обязательно пиваю стаканчик водички. Хорошая привычка. И всё же, примерно, для среднестатистического человека сколько нужно воды выпивать? Два с половиной, три литра. Правильно? Ну, слово среднестатистический человек уже... Ну, говоришь про массу тела, да? Наверное. Если человек без заболеваний, без каких-то клонений к здоровью, пожалуйста, полтора, два, два с половиной литра без проблем. Мы заговорили про мясные продукты, в целом про питание. А вот сало, такой вот спорный момент есть, да? Я недавно вообще читал информацию о том, что есть диета, построенная только лишь на употреблении сала, когда люди на протяжении нескольких недель питаются бутербродами, А я вот слышала, что в сале меньше холестерина, чем в других мясных продуктах. Правда это? Самое богатое холестерином – это субпродукты так называемые. Хозяйки называют это потроха, да? В сале он не холестерин присутствует, он есть. Сало, чем сало по своей природе, структуре, да? Это калорийный продукт. Всего лишь. Все остальное, поэтому вы можете сами для себя определять. Если это количество, не большое количество сала. Сало, 100 грамм сала – это примерно 800 килокалорий. Поэтому считайте, если вам… Это вы съедите там 20 грамм сала или 10 грамм сала. Это да, ни о чем. Пожалуйста, если у вас есть такие привычки пищевые. В будущем важно, мы с ней тему не поднимали пищевых привычек. Человек живет в семье. Дедушка его съел сало, папа ел сало, сын ест сало. И вы говорите, с завтрашнего дня вы не будете никогда больше есть сало. Маловероятно, что вас послушают. Лучше оставьте ему 10 грамм сала. С какими проблемами чаще приходят люди? Конечно, большинство людей – это с избыточной массой тела. И что интересно, что я уже даже немножко привык к этому, что люди приходят найти причину, почему у меня избыточный вес. При этом, когда начинаешь говорить о том, пытаешься анализировать человеком, говорить, может быть, у вас питание, давайте обсудим ваше питание, ваш пищевой дневничок, что вы кушаете, что. Ответ всегда один и тот же. Я ем, как обычно. Вот это, наверное, и плохо, что я ем, как обычно. Не может человек в 14 лет есть столько, сколько ест в 60. Это абсурдно. Поэтому здесь нужно рассматривать, сколько человеку лет и какое питание. Бывают заболевания, действительно, бывают заболевания, которые способствуют набору веса. Но это не те экстремальные наборы веса, которые огромные, люди бывают такие совсем большие. Поэтому проводим какой-то небольшой комплекс, предварительный поиск каких-то возможных причин этого ожирения. Может быть, щитовидная железа, может быть, предрасположенность. Но чаще всего, я вам скажу так, в 95% случаев мы приходим к тому, что это несоответствие между поступлением энергии и ее расходованием. А всем ли можно, простыми словами, сидеть на диетах, отказывать себе в чем-то? Или есть противопоказания? Наверняка при болезнях того же желудочно-кишечного тракта нужно быть очень осторожным. При том же гастрите, да? Мы можем спровоцировать, соответственно. То есть, если мы применим, допустим, диету, как сейчас, очень модная диета, белковая, да, я понимаю, что она помогает женщине справиться со своими вопросами, то есть, убрать лишний вес. Да, хорошо. А на гормональном уровне что происходит? Я на диете, это как тема для нового, какой-то разговора, какой-то дискуссии. Некоторая в этом... Я вегетарианка, я не сыроедка. Но ведь эта мода приводит не всегда к хорошему, а анорексия все чаще становится распространенным заболеванием. И у нас в Беларуси нам все кажется, что это где-то там далеко в Америке. И ожирение, и анорексия. Нет? Нет, оно уже здесь, да. Ожирение здесь точно, анорексия пока еще не здесь. Но часто тоже бывает встречаешься со случаями, конечно, анорексии. Потому что это тяжелое, точно, заболевание. Не буду как бы угуляться подробностям, но скажу просто факты, что каждая третья девочка с анорексией умирает. Достаточно серьезное заболевание, да. А вот в таком случае, что вы в первую очередь советуете этим людям? Есть-то они уже отвыкли нормально питаться, да? То есть там, конечно, медикаментозно уже лечение происходит, да? Есть медикаментозно, совместно с психологами работаем, с психотерапевтами. Но опять же, это вот знаете, как возвращаемся в детство. Прикормы потихонечку, увеличиваем количество, да, увеличиваем, 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 увеличиваем. Хорошо. Есть и такие случаи, когда человек резко теряет вес, в то же время потребление пищи остается на прежнем уровне. Это является определенным звоночком и для человека, и для специалиста? Ну, я эндокринолог, поэтому почему вот эндокринолог, вот сегодня говорим эндокринолог, диетолог, потому что есть такие рубрики, у нас есть такой справочник, мы назовем ее справочник. Самая главная наша книга, где все болезни закодированы. И они кодированы по специальностям. Так вот, так случилось, что низкий вес, высокий вес вошло в эндокринологию. Поэтому априори, эндокринологи все занимаются избыточной массой тела и снижением массы тела. То есть здесь прямая связь между нашей эндокринной системой и между тем, как мы выглядим. Да. Вот, и когда появляются такие вот пациенты, которые резко не мотивированы снижением массы тела, конечно, в первую очередь занимается эндокринолог и занимается уже обследованием. В первую очередь щитовидной железой. В таких случаях немедленно к специалисту? Да, обязательно. Звонили меня, консультировали со мной, готовили одного спортсмена к соревнованиям и спросили, а может быть у него такое, что мы никак не можем добиться, нужно завести его в какой-то весовой категории, там бывает, да? Мы не можем завести весовую категорию, у нас скоро соревнования. Я говорю, проверить у него щитовидную железу. Действительно, у него был гипотиреоз и приходилось коррегировать этот момент. То есть для тех, кто начинает худеть, в идеале начинать с встречи с эндокринологом и уж после идти в тренажерный зал? Нет, можно начинать работать любому человеку, но если человек видит, что он не может достичь того, чего ожидает, или тренер даже говорит, я тебе все вроде даю, тебе все вроде правильно делаешь, но тебе что-то не идет не так. Поэтому, пожалуйста, нужно прийти к эндокринологу и спросить, все-таки проверьте, может быть, есть обмен веществ, у вас нарушен, есть какая-то патология. А вообще такие встречи с эндокринологом у здорового человека, как часто должны происходить? Раз в год этого достаточно? Ну, я бы сказал так, что если говорим о щитовидной железе сегодня, то женщинам после 40 лет я бы рекомендовал всем пройти и сдать просто тест на гормоны щитовидной железы. На одного мужчину с проблемой щитовидной железы приходится 10 женщин, 10 раз чаще. А с чем это связано? Это же с теми же гормонами, да? Гормоны, женский пол, экологическая ситуация в мире, я не говорю про Беларусь, в мире она не улучшается, к сожалению. А щитовидная железа – это очень такой нежный, чувствительный орган, который реагирует на любые процессы. И загрязнение окружающей среды какими-то там фабриками, заводами, это и питание, это и использование каких-то дополнительных ингредиентов в продуктах и так далее. Это всё реагирует щитовидная железа. Поэтому сейчас очень много. Если взять вот всех женщин нашего Гомеля собрать, таких, да, старше 20 лет, и вот всех-всех-всех-всех проверить, у каждой десятой будет проблема. Какие продукты потреблять для профилактики заболеваний щитовидной железы? Ну, первое, конечно, это всем известным мы слышим на слуху йод. Нам нужен йод, только где его взять? Морская капуста, вот, наверное, больше всего на слуху? Это я преподаю студентов, мне сразу первый вопрос – морская капуста. Я сразу задаю, на автомате сразу задаю, и вам задаю сразу вопрос. Когда вы последний раз ели морскую капусту? Вчера. Ну, примерно три раза уже. Но, Жанна, ваш пример уже понял. Мы сегодня в виде исключения. Йод должен поступать каждый день, потому что он не накапливается. То есть морепродукты, морская капуста – это… В неограниченном количестве каждый день. Каждый день. А вот эти все йододобавки, которые рекламируют по телевизору? Ну, рекламируют йодомарин. Да, тут вариантов как бы масса. Наша главная задача, чтобы наш человек получил йод. Как он его получит? Он может получить в биодобавках, он может есть морскую капусту, да? Почему, кстати, морскую капусту? Вы не задумывались, почему не морскую рыбу? Но это же морская капуста. А вы делали морскую капусту с морской рыбой? Я так понял. Потому что морская капуста – в чем нюанс? Что если морская капуста, она маринованная и приготовленная возле моря, то в ней полностью сохранен йод. А если морская рыба привозит к нам замороженное, то уже там остается всего лишь 20% йода. Поэтому, если бываете на море, не забывайте покушать свеженькой морской рыбки. Проверяем щитовидку. Не едим продукты, которые не полезны нашему организму. Дышим свежим воздухом. Спорт, естественно. Это все секреты молодости и красоты? Или мы что-то забыли? А как же музыка, а как же танцы, а как же подвижные игры? Общение с людьми позитивными. То есть здесь еще и настроение играет важную роль? Конечно, конечно. Вопрос про стресс, как раз вы говорите сейчас, да? Вы из личного опыта, да? А мы всегда врачи, мы же читаем научные книги, всякие публикации. Ученые же тоже люди не такие как бы сухие, да? Они тоже хотят повеселиться. И вот они решили проверить, какие же наиболее хорошие факторы снятия стресса после работы. Нет, оказалось, номер один – это душ. Номер два – это музыка легкая. И номер три – внимание, с поправкой, работает только у женщин. Это шоппинг. Ой, это правда. Последний пункт, он спорный, потому что мы можем помочь женщинам, но мужчины могут из-за этого как бы совсем... Мужчинам обычно в этих ситуациях тяжело. Да, они могут усугубить стресс. Особенно финансово. Но вот, кстати говоря, об улыбках, хорошем настроении. Естественно, если мы будем получать позитив в нашей повседневной жизни, наш возраст будет отличаться... Возраст в душе будет отличаться от того, что в паспорте. Этот возраст в душе, он как называется? Биологический возраст, правильно? Разные... У нас разные варианты. У детей мы называем это костный возраст. Мы делаем снимочек кисти и говорим, сколько мальчику или девочке лет на самом деле. Есть биологический возраст, там, по клеточкам смотрят, да? Есть метаболический возраст. Как процессы в организме соответствуют возрасту. Вот у нас такие вот варианты есть. А для чего нужна эта информация? Ведь в паспортах мы пишем только возраст... А вдруг он неправильный? Так часто бывает? Бывает. Очень часто бывает так, что он не совпадает. Георгий Никитич, мы знаем, что сегодня вы пришли не с пустыми руками. Расскажите об этих чудо-весах. Я уже в предвкушении экспериментов. Да, эти чудо-весы, они известны давно уже. Сейчас они широко входят в практику. Раньше это начиналось как забава, но потом прошли, опять же, научные исследования и подтвердило, что это действительно имеет место быть в клинической практике. Этот метод называется биоимпедансометрия. По-простому анализатор состава тела. Напоминает обычные весы. Но там есть электроды. В данных весах их 6 электродов. И когда человек становится на весы, по 2 электрода на каждую ногу, и в руки 2 электрода, 6 электродов, и происходит исследование сопротивления организма. А мы знаем, что вода имеет свое сопротивление, жир свое, мышцы свое, кости свое и так далее. И когда мы все это сопоставляем, мы получаем, сколько же человеку на самом деле лет. Потому что в каждом возрасте человек имеет свой состав по костной системе, по жиру, по мышцам и по воде. И бывает так, что человек приходит и начинает жаловаться. У меня то, у меня сё, я там одышка, у меня избыточная масса тела, а мне всего лишь 45. А ему-то уже 80, он об этом не знает. А я говорю, знаете, вам, наверное, не 45. Ну как же, вот мой паспорт. Нет, у меня свой паспорт, да. Давайте встанем, смотрим, а там 67. Жанна, готовы к эксперименту? Да. Да, это я себя чувствую, но на лет 30 точно. А давайте, да, сейчас проверим. Итак, я думаю, все готово для того, чтобы провести этот эксперимент. Что будем делать? Ну, я сейчас приготовлю весы к работе. Вы такое название сказали, что сложно его даже будет воспроизвести еще раз. И им называть это просто весы. Весы, весы. Весы – измеритель вашего возраста. Да, приглашаю. И я согласна. Значит, становитесь аккуратненько на вот эти пятачки, как на обычные весы. Жанна, ощущаете себя на 30 лет? Да, я сейчас. Вот сейчас мы узнаем. Мы смотрим сзади пяточки, чтобы были на контактах. Мы напомним, в начале программы, Жанна уже раскрыла секрет, что в паспорте значится цифра 45. Так, берем, как на велосипеде. Вам это привычно. Привычно. И держим. Сколько понадобится времени? Все. Я только спрошу у вас тайную информацию о вашем росте. Метр 70, 51 килограмм. И уровень физической активности я поставлю вам двоечку. Играющий тренер, да? Да, мы поняли друг друга. Итак, смотрим. Здесь выдают ряд параметров. Вес, в первую очередь. 51,200. Да, количество жировой ткани. Она отсутствует, наверное, в ушах. Нет, она есть. Да, количество мышц. Она небольшая. Костная масса. Индекс массы тела. То есть выдают аппарат. Количество калорий для того, чтобы поддерживать это все в форме. 28. Да, и возраст. 30 лет, пожалуйста. Победите что. Слушайте, я поаплодирую, насколько вы себя хорошо знаете. Это тот случай, когда никто и не поспорит. Правда? Наука доказала. Прибор достаточно точный. Конечно, есть более такие аналоги профессиональные. Это полупрофессиональный прибор. Но по сравнению с другими аналогами, он показывает достаточно точно. Здесь показывают действительно количество жира. И бывает так, что мы пациенту назначаем какую-то программу. И потом можно через время отслеживать, насколько идут показатели, улучшаются. Если не секрет, в вашем случае как? У меня поменьше, чем паспортный возраст. Но не такой, конечно, юный, как... Отрыв, как у Жаны. Отрыв, да, отрыв большой. У меня есть предложение прямо сейчас пригласить в студию наших следующих гостей. Они-то точно чувствуют себя в два раза моложе, как минимум. Итак, гомельские пенсионеры, фотомодели и по совместительству счастливая семейная пара Светлана Гузова и Степан Тротюк. Отправляемся встречать наших гостей. Рады видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемые эксперты, вопрос к вам. Сколько бы лет дали нашим замечательным гостям этой прекрасной паре? Есть такая фраза 50+. Ну что ж, давайте проверим, какой возраст определят наши чудовесы. Надеемся, вы не против этого эксперимента. Нет, конечно. Тогда предлагаем присоединиться прямо сейчас. Беремся за ручки, как на велосипеде. В велосипеде, вы знаете, вытягиваем ручки вперед и держим. Так, смотрим. И цифра у нас 53 года. Западай с моим возрастом. А теперь самое время, наверное, озвучить ваш реальный возраст. Ну, реальный. Если не секрет, конечно. Нет, конечно. Для чистоты эксперимента. Я своего возраста не боюсь. 70 лет полненьких. Я думаю, что вам не терпится узнать, какой результат у вашего супруга. Ведь вы видите его 20-летним. Больше волнуется Степан Денисович, я думаю. Я не уверен. Все говорят, что он молодым. Так, все, пожалуйста. 52. 52. Я молодой. Что ж, сразу после короткой рекламы мы вернемся в студию и продолжим. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы продолжаем. У нас в гостях замечательная супружеская пара гомельчане Светлана Гузова и Степан Тротюк. Еще раз приветствуем вас в нашей студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Ваша пара – это настоящий эксклюзив. Ваша пара – находка для журналистов. И несмотря на то, что вместе вы всего 10 лет. В браке, по крайней мере. Ваша пара – это тот случай, когда друг друга находят в довольно осознанном возрасте. Правильно понимаю? Правильно. Как все начиналось? Давайте вспомним первую встречу. В санаторий Креница. Я встретил девушку в глазах любой. Как получилось, что мы за одним столом обедали? Кто впервые начал знакомство? Вы также запели прекрасно. Светлана Ивановна, расскажите про ваши в тот момент эмоции и впечатления. Ну да, встретить любовь в таком возрасте – это было почти невозможно. Ну, когда я его увидела, я поняла, что это мой человек, что у нас много общего. Много мы с ним общались и как-то вот душой он мне… Решились, на самом деле. А вы даже похожи, если честно. Одинаково молоды и красивы. Я в Бресте жил. В Брестской области даже. Не в самом Бресте, а в Брестской области. То есть вы переехали за любимой женщиной в другой город? Да. Это было так. Насколько сложно было тогда бросить все привычное, нажитое и пуститься? Любовь – дело такое. Сложностей не бывает, если есть любовь. Светлана Ивановна, по профессии вы парикмахер, ваш супруг – агроном. Сегодня вы находитесь на пенсии, но ваш образ жизни довольно отличается от большинства пенсионеров. Не так ли? Отличается. Отличается тем, что мы не согласны со своим возрастом, мы не согласны с тем, что мы пенсионеры. То есть выход на пенсию – это открытые возможности? Да? Открытые возможности. Это многоточие. Да, это открытые возможности и много возможностей, поэтому почему бы нам не попробовать что-то? Жизнь так быстро пролетела, что какие старые. Но вы-то себя старыми не считаете? Ни в коем случае, ни в коем случае. И правильно делаете. Как-то старость для нас еще… Где-то вдалеке. Да, да, еще. Ее внуки называют, не бабушка, а святуля. По-европейски. Но вы действительно европейская пара. Настоящая, красивая, европейская, улыбчивая пара. Мы наслышаны, что и Светлана Ивановна вас называют далеко не Степан Денисович, а чуть более нежным, ласковым. Степсом. Вот так. Сегодня активно выступаете в роли фотомоделей. К слову, фотограф ваш сын Руслан. Вот долго ли ему приходилось вас в первый раз уговаривать позировать перед камерой или сразу согласились? Да нет, тут дело в всем другом. У нас девиз есть такой. Всего одно слово. Надо. И все, этим все сказано. Главная цель наша была помочь сыну в его работе. Чем он занимается? О себе мы тогда не думали. Он фотограф. Он фотограф, да. И искал? Это его специальность. И искал фотомодель? Да. Ему нужны были фотомодели именно пожилого возраста, что самое сейчас актуально. Первые фотосессии были плачевными. Я плакала. Мне не нравились мои фотографии. Я говорила, сыну ничего не получится. Все, возраст и все. Может быть, потому что сама критична уже очень к себе? Нет, ну это началось в 60 лет. Уже не то лицо. Я вспоминала молодость, какая я была в 20 лет. Как сегодня говорят киношники, настоящую бабушку, которая бы сыграла роль бабушки, очень сложно найти. Они все уговаривали меня. Они меня все хвалили. Они все говорили, что мама, ну что ты? Ты такая красивая. Ты что выдумала? Ну, для меня это было... Достаточно самокритично. Сегодня фотографии вашей пары украшают обложки достаточно известных и популярных журналов. Часть изданий вы сегодня принесли в студию. Расскажите о них. Вот журналы различные. Часто очень в киосках. Вот «Народный доктор», где наши фотографии. Сваты, я так вижу, есть. Сваты, да. Вот «Народный доктор», где зимние снимки у нас. Мы выезжаем зимой в лес, фотографируемся. Ну, здесь много разных снимков, где наша семья. А первый журнал, помните эти ощущения, когда увидели себя на обложке журнала? Ведь, согласитесь, не каждому дано это. Ну, уже говорили, что это некая популярность в каком-то уровне. Ну, звездной болезни не было, можно сказать. Ну, давайте вспомним эти эмоции. Все-таки это достаточно необычное ощущение. Ну, необычное, конечно. Оказалось, что всегда кто-то на обложках, это кто-то особенный. Кто-то... Да, да. А тут, вон, мы. Когда увидели себя, что ничего особенного нет в этом. Ничего особенного нет, но приятно было, что тебя выбрали. Просто не все понимают, что за этими фотосессиями серьезный труд. И настоящее чувство, наверное, и в этом секрет. Бывает же всякое в жизни, бывает просто настроения нет. Но играешь, как уже, как артист уже играешь эту роль. Лучшие ваши снимки выложены на мировых фотобанках. Их покупают известные дизайнеры, рекламные агентства. Лесно это все-таки, что вот пользуются спросом-таки ваши фотографии? Конечно, лесно. Лесно, да. Ну, мы все равно на это как-то меньше всего обращаем внимание. Мы просто продолжаем работать над тем, чтобы это делать как-то лучше. Совершенствовать. Успехи они стимулируют все-таки, да? Ну да. То есть, ведь в любом возрасте нет предела совершенству. Работаете над чем больше? Над внешностью, над эмоциями, над жестами во время фотосессий? Больше, знаете, работаем над эмоциями. Потому что в этом деле главный человек и его эмоции. Поэтому эмоции, они и ценятся человеку. Ну и как ваш главный критик, фотограф, сын Руслан по совместительству оценивает ваши успехи сегодня? Ну как? Ну часто бывает строг. Или больше хвалит. Часто. Часто. Но вы не обижаетесь? Есть работа, есть работа. Да, как сына. Были ли случаи, когда свои снимки видели на витринах крупных магазинов? Да. И такое тоже было? Да, и такое было. Мы как-то проводили фотосессию в Питере и идем по Невскому, Невский проспект. И на магазине, на всю витрину наши фотографии. То есть сегодня даже сложно отследить, и вы наверняка не знаете, где в какой части мира есть ваши снимки. Ну это по всему миру. Начинается с Японии и кончается с Соединенными Штатами. Америка, Австралия. У вас большая дружная семья. Хватает ли времени вот между фотосессиями уделять им внимание внукам, детям? Конечно, хватает. Мы вместе работаем, уже наши дети вместе с нами занимаются на фотосессии, присутствуют и снимаются. Наверное, это еще и укреплять семейный дух. Конечно, общее дело, что может быть дороже. А тематику для фотосессии подсказывает сама жизнь, либо есть четкие заказы? Нет, не то, что... Тематика очень разнообразна. Да, требуется, допустим, требуется, он как гангстер, требуется повара, требуется врачи. И гангстеры тоже были. Да. Требуются домохозяйки. Рыцарями. Да, рыцарями. Всякие роли. На себя примеряли уже. А какая роль вам ближе всего, вот расскажите? Ну, а ближе всего роль – это быть самим собой. Это же самое сложное. Проходя через эти роли, чтобы не потерять их, самого себя не потерять в этих ролях. Так, чтобы после роли гангстера спокойно выйти на улицу, да? Да. Мы знаем, что не перестаете фотографироваться даже во время летнего отдыха, правда? Да, такое слово, как отдых, у нас нет. Отдых, отпуск, казалось бы, пенсия, столько времени. Да, да. Отпуск, нет у нас такого понятия. У нас работа круглый год, потому что каждое время на год прекрасен по-своему. Да, поэтому и снимаем и осень, и зиму, и лето. Из путешествий ваших совместных, в том числе рабочих путешествий, какое больше всего запомнилось? А больше всего это путешествие нас совершало. Для многих это, конечно, не сбывшаяся мечта. Вам довелось побывать на этих островах? Да, да, это была моя мечта. Сын ее осуществил. Живые краски природы, тропический климат, перемена обстановки, это все настолько давало нам силы, энергии, настолько давало нам... Идеи всяких. Идеи всяких для творчества, что это невозможно передать. Там 72 пляжа. Остров небольшой, но там 72 пляжа. На всех побывали. И везде запечатлели. Везде запечатлели, да. Такие вот фотографии, это пляжи, вот все. Нам что, во время одного из таких путешествий вас даже приняли за американских миллионеров. Расскажите. Это было в Египте. В Египте было. Вы поехали туда в том числе фотографироваться? Обычный рабочий день. Мы поехали также сниматься с сыном втроем. Это был обычный день, жарко, было трудновато сниматься. Ну, а посторонние как-то смотрели на нас, как на американцев, богатых американцев, миллионеров, которые приехали... С личным фотографом. С личным фотографом, да. Подходили к нам и спрашивали. Ну, из какого штата Америки вы приехали на английском языке. А мы по-русски отвечали. Мы с Белоруссией, с Гомеля. Удивлялись наверняка. Ну да. Что ж, возвращаемся на родину. Какие гомельские пейзажи являются самыми любимыми для фотосессий, конечно же? Знаете, в этом деле тут главное человек и его эмоции. А место играет второспенную роль. Вот у нас есть один снимок, который мы сделали, считается, на болоте. Мы так говорим, на болоте мы сделали. Вечером уже освещение слабое. Получилась такая фотография, что она тысячи других стоит. Ваш пример заразительный. Наверняка многие из ваших знакомых, ну, изъявили желание после того, как увидели ваши фотографии, присоединиться. Представьте стадион, да? Играет 20 человек. А 40 тысяч наблюдают за ними. Вот. Надо, чтобы вот эти зрители превращались в игроков. И мы это хотим. То есть таким образом вы призываете всех людей вашего возраста не останавливаться на достигнутом. И все-таки для того, чтобы на этом рынке, рекламном рынке, рынке фото, услуг быть востребованным, нужна и хорошая физическая форма, не так ли? И внешний вид. Как вам удается так хорошо выглядеть в вашей 70-ти? Да, это... 70 лет, я напомню для тех, кто только что подключился к нашему разговору. Все-таки это тоже немножко ограничивает. Ну да, это... В чем ваш секрет? Наш секрет не в спорте, не в занятиях физических. Говорят, физические упражнения, утренние пробежки, там танцы, бальные там и еще что-нибудь. Это не главное. Не главное. Главное вот здесь и вот здесь. Да, во, главное в уме. Удача начинается с твоей головы. Что в голове? Допустим, решил, что ты можешь, ты завтра это сделаешь. В чем же секрет вашей счастливой семейной жизни, вашей молодости, красоты? Секрета здесь нет никакого. Человек должен создавать жизнь, если вы хотите ее иметь. Создавать настроение, создавать отношения, создавать будущее, помогать другим и своим детям. И тогда вот ты чувствуешь себя нужным, чувствуешь, что ты живешь, не существуешь, не доживаешь, а именно живешь настоящей жизнью. Спасибо вам за такой замечательный пример и за ваши советы. Всего вам самого доброго. Спасибо за пожелание. Доброго вечера вам. Но прекрасным дополнением в тему программы станет танцевальный подарок от гостей студии. Доброго вечера вам. Доброго вечера вам.